С 1 марта в России вступает в силу новая редакция правил дорожного движения. Некоторые изменения имеют незначительный характер, однако ряд новшеств заметно меняет поведение водителей и вообще положение дел на дорогах. Эксперты говорят, что последний раз столь существенные изменения в правила вносились довольно давно, в 2014 году. В числе значимых поправок выделяют изменения правил въезда на перекрестке с круговым движением. Сейчас, въезжая на него, водитель обязан уступить всем автомобилям, которые уже двигаются на кругу. А с 1 марта у тех водителей, кто въезжает на круговой перекресток с главной дороги, сохранится приоритет. Обратите внимание, хабаровские водители непривычны к такому движению, поэтому, попадая в другие города, нередко теряются. Кстати, после введения дороги объезд Хабаровска, круговые перекрестки появились в ближнем пригороде. Ну и, пожалуй, самые масштабные изменения и нововведения приняты по части электросамокатов, моноколес и гироскутеров. С 1 марта такие устройства получают статус средств индивидуальной мобильности или просто СИМ. И теперь для них и тех, кто ими управляет, прописаны правила. Также с 1 марта вступают в силу изменения в ПДД в части дорожных знаков, разметки, направляющих островков и островков безопасности. В общем, мы от души советуем водителям ознакомиться с новой редакцией и вообще, в принципе, вспомнить, как давно после получения прав вы заглядывали в правила дорожного движения. А новшество прокомментирует наш гость в студии Андрей Полоник, начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. Здравствуйте. Андрей Иванович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вообще, как часто вносятся поправки в правила дорожного движения и чем это обычно продиктовано? Ну, как правило, частота поправок и изменений, оно зависит прежде всего от самих взаимоотношений между участниками дорожного движения. Будь то водитель, пассажир, пешеход, либо иное лицо, участвующее, принимающее непосредственно участие в движении. И действительно, последний пакет изменений, таких существенных, был в 2014 году. Там речь у нас шла в большей степени о движении пешеходов по проезжей части, а также о правилах проезда пешеходных переходов. Но с той поры уже прошло более 8 лет, появились новые средства передвижения, новые термины, изменилась транспортная инфраструктура, дорожные сети, плотность потоков возошла. Это немаловажно, конечно, здесь имеет анализ аварийности, играет свою роль. И поэтому именно вот эти вот все факторы, они приводят и диктуют необходимость новых изменений и дополнений, чтобы идти в ногу со временем. А вот сами водители, как вы считаете, насколько ответственно относятся к тому, что они получили этот статус? И ведь, как правило, наверное, мы взяли счастливые и довольные свои права в руки, и потом, после сдачи экзамена, в правило мало так кто заглядывает. Насколько часто это нужно делать, и действительно ли стоит вот это постоянно возвращать себя к базе, к основам? Это неправильно, то, что вы сейчас сказали. На самом деле, повторять, знать и соблюдать правила дорожного движения, это не то, что необходимость, это очень важно. Потому что мы же вот видим, то есть каждый год какие-то новые термины, какие-то дорожные знаки, это разметка дополняется, то есть той или большей степени, но это происходит постоянно. И поэтому знать эти изменения и дополнения просто необходимое, жизненно важно, так как это может привести к экологическим последствиям. Необходимо свои знания актуализировать. Да. Это, ну, совершенно верно, в новой редакции, конечно же, читать эти правила движения. И чем чаще мы их будем с вами перечитывать, тем будет более безопасен на дорогах нашего края. Ну, а практики водители делают так? Много ответственных на дорогах? Я согласен, что водители все-таки у нас более-менее дисциплинированы, но, тем не менее, встречаются... Нет, ну, вообще, конечно, есть такой грешок. Ну, да. Ты в городе, в своем ездишь, уже на знаки не смотришь, ну, просто потому что ты знаешь. Вот ты куда-то выйдешь, тот же Комсомольск-на-Амуре, вот сейчас мы поговорим о круговом движении, там, опять же, есть вот это, и ты подъезжаешь, так, а как там на круг на этот заезжать, кто кому уступает. Вот одно, кстати, из таких основных изменений, это правило проезда круговых перекрестков. С 1 марта кто кому сейчас будет уступать? Давайте прямо вот застричь. Да, на самом деле здесь очень важно разобраться в этом вопросе для каждого. Почему? Потому как сейчас в действующей, да, редакции, действительно, при выезде на перекресток с дороги, не являющейся главной, мы обязаны уступить всем, кто движется уже по этому кольцу. То есть здесь по определению кольцо является главной дорогой. Вроде бы вот незаметная вот эта вот оговорочка, которая добавилась по дороге, не являющаяся главной. Это, ну, сейчас попробую своими словами объяснить. То есть если мы подъезжаем к перекрестку, где организовано круговое движение, где стоит знак чисто круговое движение, там мы останавливаемся, уступаем всем, кто у нас уже движется по кольцу. Но если у нас дополнительно со знаком круговое движение установлен знак приоритета главная дорога, то здесь, попросту говоря, происходит пересечение двух главных дорог, да, такой, то есть равнозначной. И здесь уже работает, как мы знаем, правило правой руки, то есть тот уже, кто въезжает на перекресток по главной дороге, действительно, сохраняет приоритет и является главным. То есть здесь уже те, кто движется по кольцу, должны уступить дорогу. Здесь, да, каждому нужно разобраться, потому что действительно, правильно вы сказали, что для Хабаровска это не настолько актуально пока, хотя они уже появились. Но все любят, многие любят путешествовать на колесах. И ближайшие города, действительно, Гамцаморск на море, Уссурийск, Владивосток. То есть проезжая эти города, действительно можно попасть в такую ситуацию. Да, порой, порой знаки видишь, которые там только в книжке видел и уже забыл, у нас они не попадаются, а где-то за городом ты частенько встречаешь. Да и вообще, во Владивостоке страшно порой просто на дорогу выехать, еще и круговое движение, это такой огромный поток. Но, опять же, часто ли водители путаются, часто ли они не понимают, что делать? Вы сами как замечали? Если так, разобраться, если, так сказать, не так давно был в Комсомольске сам и попробовал это действительно на себе. Ну, в принципе, если помнить и читать, перечитать правильно, то проблем не будет. Если чувствуешь затруднения, доставай из бардачка эту заветную книжечку, желательно в новой редакции, и повторяй. В общем, давайте теперь обсудим изменения, которые касаются средств индивидуальной мобильности. Действительно ли они настолько значимые и масштабные? В чем они заключаются? На самом деле, да, эти изменения очень значимы. Во-первых, уже много лет, даже не готов сказать, но как минимум более пяти уже на уровне законодателя идет как раз-таки спор, что это такое. И вот, наконец-таки, это встало на свои места, и теперь все, значит, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, все приобрели свой индивидуальный статус. Это средства индивидуальной мобильности. Соответственно, и внесены дополнения в правила дорожного движения, появился новый термин. То есть, средства индивидуальной мобильности, это прежде всего уже транспортное средство, имеющее одно или более колес, и предназначено для индивидуального передвижения человека при помощи двигателя. В общем-то, это вот именно статус этого транспорта и придание ему статуса транспортного средства очень важно. Так, ну какие правила вообще для них теперь установлены, если коротко? Да, совершенно верно. То есть, давайте начнем. Коль мы установили, что это транспортное средство, то все пункты правил, которые предусмотрены для транспортных средств, будут касаться и средств индивидуальной мобильности. Ну и для них есть особые тоже правила, то есть тонкости. Это то, что разрешается движение, значит, в местах-ходах, парковых зонах. Двигаться можно по пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам. При этом скорость движения ограничена 25 км в час, и масса данного транспортного средства не должна превышать более 35 кг. При этом, в случае, если траектории будут пересекаться с пешеходами, то пешеходы будут иметь преимущество. То есть, получается, теперь везде скорость только 25 км в час? Потому что раньше было, например, в парковой зоне, на набережной, например, у нас и так были ограничения по скорости. А теперь везде обязаны только с такой скоростью двигаться? До 25 кг. Ну, по-моему, на этих самокатах... Здесь нужно учитывать как раз-таки именно плотность движения и место, где управляют данным транспортным средством, и иметь возможность избежать столкновения и происшествия. Ну, конечно. А на этих самокатах спидометра-то нет? Или он просто, в принципе, изначально ограничен до вот этого количества? Нет, давайте тогда разбираться дальше. То есть, есть же самокаты, которые, вот мы сейчас говорили, где пешеходные зоны, да, а есть самокаты, которые свыше 35 км в час, и на тех уже разрешается двигаться по правому краю проезжей части. Но при этом это могут сделать только те лица, которые уже достигли 14 лет. А экипировка прописана каким-то образом? Это мера личной безопасности. Да, личной безопасности. А люди, которые выезжают на проезжую часть, они должны? Они ведь могут не иметь никакого документа, правильно? Ладно, мы автомобилисты, у нас есть права, мы изучили правила, прежде чем выехать. Получается, а здесь с 14-летнего возраста, абсолютно не зная правил, можно выезжать. Кто будет тогда отвечать? Как фиксировать орушение? Это проблематичный вопрос. Мы же понимаем, что данные транспортного средства не подлежат регистрации. Поэтому средства в виде фиксации здесь нам не помогут. Ну и инспектор-то не будет за каждым-то бегать, изменять его скорость. То есть здесь, как правило, дается на усмотрение самого, на осознательность самого участника, который управляет транспортным средством. Потому как превышение скорости, либо нарушение того или иного пункта правил, оно будет потом квалифицироваться в случае наступления каких-то последствий. Ага. В случае ДТП кто будет нести ответственность? Только тот, кто непосредственно управлял средством индивидуальной мобильности? Или если это был арендованный, например, самокат или моноколесо, кикшеринговая компания будет нести ответственность? Да. Если будет установлено, что это произошло по причине неисправности средства индивидуальной мобильности, то, конечно, будет, во-первых, отвечать то лицо, которое управляло. А также у нас есть статья в Уголовном кодексе 238, оказание услуг неотвечающим безопасности. Там уже предусмотрена уголовная ответственность. А если человек просто сам, ну, он виноват, то есть не средств индивидуальной мобильности не из-за него было, а из-за какого-то водителя этого транспорта? Тогда какие вопросы? То есть он неизвестный, правильно? Человек несет ответственность тот, кто управлял этим средством. Мои коллеги тут хотят все виноватых каких-то найти везде. Давайте мы немного подытожим. Все-таки с 1 марта еще какие-то значимые изменения, на которые стоит обратить внимание. Что можно еще вспомнить? Ну да, действительно, то, что уже было озвучено, сейчас полностью запрещена остановка и движение стоянка на островках безопасности. Значит, у нас появились новые дорожные знаки. Это зарядка электроавтомобилей, а также запрещение движения автобусов. Появились знаки, дополненные парковки, знак парковка. То есть если это будет платная парковка, то привычная нам латинская буква П, парковочка, добавляется, значит, монеточки. Это там, где платная парковка. Для инвалидов тоже парковочные места будут сейчас дополнили стилизованным изображением инвалиды-колясочника. Также добавилась новая разметка, то есть кто увидит, можете не удивляться, это платная парковка. Теперь она будет, разметка, носиться синим цветом. Бесплатная парковка будет белая разметка, платная будет синяя. Ага, так, ну, тема большая, сложная. Мы очень рекомендуем всем вам, нашим телезрителям и вашим друзьям, родственникам, все-таки открыть эти правила, посмотреть, какие изменения. Ну и, в принципе, не лишним будет освежить эту информацию. Напомним, в гостях у нас был Андрей Полонник, начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД МВД России по Хабаровскому краю. Спасибо вам большое.